Похоже, Википедия знает не все. Цитата с сайта. Российская промышленность в настоящее время не производит цифровых маммографов, обладающих качеством изображения, соответствующим стандартам Всемирной Организации Здравоохранения. А это картинка с предприятия. Мы производим для General Electric оборудование здесь, на нашем предприятии, которое потом поставляется в России. То оборудование, которое мы производим здесь, General Electric больше не завозит в страну. Значит, это вся линейка компьютерных томографов и ультразвуковое оборудование. Сейчас мы рассматриваем вопрос, в ближайшее время будет принято решение о расширении этой линейки. Такое партнерство требует, чтобы производитель, безусловно, соответствовал самым строгим мировым стандартам. Но в России разрабатывается и свое первоклассное оборудование, не уступающее лучшим западным образцам. Например, сейчас мы разрабатываем цифровой приемник для маммографического аппарата, который будет иметь уникальные характеристики в мире. С этим приемником мы в конце этого года выйдем уже на рынок. Какие аппараты для лучевой диагностики могут сегодня предложить отечественные разработчики? Насколько они конкурентоспособны? И что дают новейшие цифровые технологии врачам и пациентам? Об этом расскажем в программе «Технопарк». Каждый второй диагноз в мире врачи ставят с помощью рентгена. Это открытие перевернуло представление о диагностике и лечении самых разных недугов. Переломы, туберкулез, воспаление легких, рак. Врачи в буквальном смысле видят проблемы пациентов насквозь. Мы имеем возможность в кратчайшие сроки получить значительное количество информации о том, что происходит с пациентом. В течение нескольких минут провести исследование и определить профильного специалиста, который будет дальше этого пациента вести. Рентгеновские лучи открыл в 1895 году немецкий ученый Вильгельм Конрад Рентген. Он проводил опыты с катодной трубкой, стеклянным сосудом, заполненным разреженными газами, через которые пропускал электрический ток. В темной лаборатории ученый заметил, что кристаллы платина цианистого бария, которые лежали рядом на столе, тоже светятся. Рентген накрыл трубку черной бумагой и смастерил экран, на который нанес кристаллы бария. Между ними поставил коробку с металлическими предметами. Непрозрачное для этих лучей оказалось прозрачным. Для опыта рентген позвал свою жену. Так появился знаменитый снимок кисти с кольцом. За свое открытие ученый получил первую в мире Нобелевскую премию по физике. Очень быстро рентгеновские аппараты стали популярными, и не только в медицине. В начале появления рентгеновской техники, естественно, о вреде излучения никто не знал. Например, было очень популярно в городах Европы, в Америке, в обыдных магазинах, там стояли переносные рентгеновские излучатели. Человек одевал новую обувь, подставлял ногу и смотрел, жмут ему и не жмут по костям. То есть это было повсеместной практикой. Стоило там какие-то гроши, даже представлялось бесплатно. Ну, это такие курьезные истории. Любой рентгеновский снимок — это плоское изображение внутренних органов человека. Чтобы создать трехмерную модель, применяют цифровые технологии. Внутри томографа находится рентгеновская трубка. При обследовании прибор вращается вокруг человека с огромной скоростью и делает тысячу плоских рентгеновских снимков в секунду. Которая, соответственно, при помощи специальных компьютерных алгоритмов, очень сложная математика, преобразует это в трехмерную модель. То есть срезы как бы соединяются и получается трехмерная модель. Говоря простым языком, вот очень обывательским. Это если взять колбасу, нарезать ее так тонко-тонко-тонко-тонко, а потом опять сложить. То есть получится опять трехмерная колбаса. Главной проблемой для ученых было получить трехмерное изображение сердца и легких. Как добиться четкого снимка, если объект находится в постоянном движении? Раньше для этого использовали специальные препараты, которые снижали частоту биения сердца у людей. Сейчас, благодаря тому, что появились томографы с очень большой количеством детекторов, то есть до 128 или 320 в частности, то получается то, что за один оборот томографа можно снять целиком сердце как бы в статике. Как рентгеновское излучение проникает сквозь человека? На самом деле наше тело проницаемо для разных излучений в разной степени. Рентгеновские лучи похожи на световые волны, но длина волны у них меньше, а энергия больше. При этом они не преломляются и не отражаются. Мягкие ткани пропускают рентгеновские лучи через себя, а твердые поглощают излучение. В результате мышцы выглядят на снимке темными, а кости светлыми. Рентгеновское излучение, оно не то, что фотографирует, просто ваши кости больше задерживают рентгеновское излучение, чем мягкая ткань. Но это нормально. Как вы видите, свет тоже, он на какую-нибудь пластинку, там, например, витража, она по-разному проходит ее. Какие-то части задерживаются какие-то, нет. Принцип тот же самый, только то, что мы этого не видим, и все. На создание рентгенодиагностического комплекса уходят годы работы и миллионы рублей. Этот маммограф – одна из последних российских разработок, которая создавалась с учетом замечаний практикующих врачей, в частности, из российского онкологического научного центра имени Блохина. Гордость ученых – цифровой детектор. Это своего рода сердце машины. Мы сейчас разрабатываем и завершаем разработку собственного детектора для маммографии, который, мы как предполагаем, будет обладать достаточно уникальными характеристиками вообще в отрасли. Мы надеемся достичь разрешения менее 50 микрон, что соответствует наилучшим образцам как пленочной золотого стандарта маммографии, так и современной цифровой техники. Лаборатория, где собирают цифровые детекторы, больше похожа на операционную. Даже маленькая пылинка может вывести из строя сложное оборудование. Каждый, кто входит в эту комнату, обязан пройти через специальный шлюз, в котором он переодевается, как вы видите, в специальные одежды. И работы ведут себя обязательно с закрытым лицом, чтобы даже выдох, слюна или дыхание не попадали на рабочую зону. Стандартные маммографы производят снимки всего в двух проекциях. Это главный их недостаток. Получить объемное изображение можно с помощью технологии томосинтеза. Съемка проводится под разными углами. При обследовании аппарат делает 60 снимков, которые преобразуют в трехмерную модель. О таком оборудовании раньше могли только мечтать. Раньше таких приемников просто не было. В данном столике вместо детектора была прорезь для установления кассет с пленкой. Лаборант должен был, производя обследование пациентки, минимум четыре раза поменять кассету с пленкой, произвести четыре раза экспонирование, и затем идти в темную комнату, проявлять эту пленку. У Семена Семеновича плановый рентген. Десятый за день. И пациент совершенно не боится облучиться. Фантом-испытатель проверяет на себе буквально каждый собранный аппарат. Это полная модель человека, мужчины в рост и вес. Здесь вы можете увидеть, что просвечиваются кости, кости грудной клетки, череп. Также здесь есть внутренние органы для рентгеноскопических обследований. Полный костный, костно-мышечный, костный аппарат. И довольно интересно. Вот у него двигаются шарниры. Соответственно, мы можем подготовить практически полный спектр рентгеновских укладок, как это осуществляется в реальных генетинских учреждениях, как сам врач подготовливает тело. То есть, например, для обследования коленного сустава можем сделать снимок и посмотреть, как результаты все это у нас будет выглядеть. В соседней лаборатории испытания проводят на фантоме ребенка. Главное преимущество этого телеуправляемого рентгеновского стола в его универсальности. Он позволяет проводить и флюороскопические, и рентгенографические исследования. Вот это так называемая рентгеновская трубка внутри кожуха, которая, собственно, и является поставщиком рентгеновского излучения. Обычно у них на всех указана точечка. Это называемая точка рентгеновского фокуса, из которой как раз идет поток излучения вниз до пациента. Обычно под рентгеновской трубкой устанавливается прибор, называемый коллиматор. Вот он здесь. Который осуществляет коллимирование или обрезание рентгеновского поля, чтобы мы могли увидеть только, вернее, чтобы излучение дошло до необходимого участка тела пациента, чтобы не было лишней зоны облучения, и пациент получил меньшую нагрузку. А в дальнейшем это вот базовая конструкция. Внизу, соответственно, находится сам пациент и вариант детектора какой-то. Это может быть цифровой детектор. Рентгеновские аппараты стоят не только на страже здоровья. С их помощью следят за безопасностью в аэропортах и на вокзалах. Современные системы сканирования избавляют пассажиров от необходимости разуваться, снимать верхнюю одежду, выкладывать вещи из карманов. Астрономы наблюдают за галактиками и черными дырами через рентгеновские телескопы. Они установлены на орбитальных станциях и межпланетных космических кораблях. Их, кстати, тоже проверяют рентгеном. Еще с помощью рентгеновского излучения устанавливают подлинность драгоценных камней и художественных картин. Мягкий спектр излучения позволяет увидеть все части картин, которые, ну или закрашенные, или там много таких моментов связанных, допустим, с наличием нитей. В 18 веке на одних холстах рисовали, в 19-м на других. Поэтому это, пожалуй, один из немногих объективных методов, которые позволяют быстро определить, какого хотя бы века. Рентген как искусство. С его помощью не только проверяют, но и создают картины. Вместо холста – чувствительная фотопленка. Вместо кисти – рентгеновский луч. Предметом для вдохновения может стать все, что угодно – цветы, техника, люди. Еще одна область применения – археология. Мы имеем такие исследования, которые связаны, например, с гибелью солдат Наполеона, французской армии под Калининградом, когда было найдено захоронение, и изучались останки этих солдат, от чего они умерли, как их оперировали на тот период времени. Или, например, исследования неандертальцев, например, тех же черепов. Сегодня клиники все шире используют цифровые рентгеновские аппараты, в том числе российского производства. 67-я городская клиническая больница Москвы – одна из первых в стране перешла на отечественное оборудование. Три года назад здесь установили первый компьютерный томограф, собранный в России. Нам легко на этом оборудовании работать, и не возникает, как, например, с импортным оборудованием, довольно часто возникает проблема работы с интерфейсом, то есть нерусифицированное импортное оборудование. К нему бывает тяжело привыкнуть персоналу. Все цифровые рентгеновские аппараты позволяют сократить дозу облучения в 4-5 раз. Врач получает более полную клиническую картину и может поставить более точный диагноз. В отличие от пленки, цифровые снимки не требуют особых условий хранения, с ними проще работать. И их можно, например, отправлять врачам-консультантам по интернету. Это изображение попадает в архив, в цифровой архив, так называемые ПАКС-системы, с помощью которых можно уже затем обеспечить доступ любого врача, находящегося в произвольной точке зумного шара, к этому изображению. Тем самым мы можем обеспечить и обеспечиваем возможность проведения высококлассных консультаций в сложных случаях. То и дело в средствах массовой информации появляются материалы о новых методах исследований, которые вытеснят рентген из тех областей, где он традиционно применяется. Рентген устарел, рентген небезопасен. Между тем эксперты говорят о том, что возможности рентгеновских технологий используются далеко не полностью. А с переходом на цифровые рельсы они многократно расширяются. Дело за конкретными решениями, и отечественные разработчики готовы их предложить.